Дорогие друзья, всем привет из Израиля! Мы готовили видео в несколько ином ключе, чем то, что вы услышите сегодня. Но нас просят рассказать правду. И мы расскажем вам все то, о чем говорят в Израиле по новостям, и то, о чем пресса молчит. Но информация передается из уст в уста. На днях в России, через неделю после случившихся событий в новостях, все-таки подтвердили, что все ужасные видео, которые разлетелись в сети, а выложенные, есть еще более ужасающие видео, которые выложили в телеграм-канал «Газы», все это не выдумки журналистики, не фейки. В общем, я терпеть не могу это слово, фейк, которое влилось в наш лексикон. И поэтому скажу, что это не открытая ложь, а самое, что не есть, настоящая правда. Правда, от которой тебя просто трясет, куда-то уходят силы. И, вы знаете, подобрать слова, чтобы понять и оценить словами то, что ты услышал, просто невозможно. Мы не просим прощения за то, что вы сейчас услышите, потому что в этом случае не надо жалеть свои нервы, а надо знать, что может произойти, когда люди теряют свою душу и становятся просто живыми особами, которых даже зверями назвать нельзя. И слово «зверская бойня» применительно к событиям 7 октября не может охарактеризовать то, что в действительности происходило. Информация, к которой действительно можно верить, мы услышали в новостях от свидетелей. Это работники службы ЗАКа, где трудятся добровольцами ортодоксальные евреи. ЗАКа – это аббревиатура еврейских слов. Означает распознание жертв катастрофам. Этим мужчинам после того, что им пришлось пережить сегодня, понадобятся долгие годы психологической реабилитации. Эти добровольцы в течение долгих лет, почти первыми появляющимися на месте трагедии, собирающие тела умерших после теракта, рыдали, рыдали в самом настоящем смысле этого слова, не в силах совладать со своими эмоциями. Начальник моей хорошей знакомой тоже был среди них. И женщина ее зовут Мира сказала, что вряд ли он вернется после всего увиденного руководителем отделения. Понимаете, дорогие друзья, человеческий разум просто отключается, когда ты слышишь рассказы о том, что творили эти палачи. Сожженные заживо малыши с вывернутыми назад и связанными руками. Малыши без голов, девушки с вырезанной грудью внутренними органами, парни без половых органов. Люди, просто порезанные на мелкие части, как скот без глаз, без голов. До сих пор еще 300 тел не удается опознать. Вырезали целые семьи, тела сбрасывались один на другой и поджигались. А еще работник службы ЗАКа по новостям рассказал о трупе беременной женщины со скрытым животом и связанном с ней на пуповине еще не родившимся, но уже зарезанным каким-то изуверам ребенке. Эти снимки и видео не разрешены к показу. Есть разрешенные к просмотру фотографии убитого в кроватке младенца месяцев пяти. Есть фотографии детских комнат с кроватками без детей, но с залитыми кровью. Я говорю не с пятнами крови, а с залитыми кровью. Есть видео с помещением, на полу которого столько крови, что Паша, например, сразу даже не понял, а что это вообще показывают. И подобные случаи, они в массовом порядке, они, в общем-то, не единичные. Прошло еще видео из тех, что эти полноумные распространялись с самого начала бойни, где такой мужичонка с огородной цапкой пытается отделить голову. Я надеюсь, что это был уже убитый человек, а не раненый. За что мученически погибали люди еврейских поселков на границе с Газой. Младенши, не успевшие сделать еще свой первый шаг и сказать свое первое слово, стали мучениками и только за то, что родились евреями. Сейчас вы увидите видео, которое распространялось в самом начале, где стоит женщина в окружении арабских юношей. У женщины на руках двое рыженьких детей, маленькие совсем, она их закрывает каким-то одеялом. И, в общем-то, вокруг довольно-таки доброжелательная обстановка. Ну, как бы она испугана, безусловно, но арабы вокруг говорят, и как-то ее успокаивают. Кто понимает арабский, в комментариях своих, сейчас, слава богу, можно прочитать любой язык в переводе, успокаивают всех остальных комментаторов, что нет, ей ничего не угрожает, она уже вернулась домой, люди очень переживают. О том, что эта женщина вернулась домой, нет ни одного подтверждения. Ее и ее детей живыми никто не видел. Так вот, наш комментарий к этому видео. Официально в Израиле объявили, что в числе налетчиков были жители Газа, получившие разрешение на работу в Израиле. Если для кого-то эта информация новинка, то несколько тысяч граждан Газа работают в еврейских поселках. Работали, конечно. Так что вполне допустимо, что этот арабский юноша хорошо знаком с этой еврейской женщиной, возможно, даже работал в этом доме, ел, пил, получал в подарок вещи или продукты, как это часто происходит. Где эта женщина с ее детьми, пока неизвестно. Может быть, среди заложников, а может быть, среди неопознанных тел. Напомню, что в Израиле был праздничный выходной день. И к своим детям и внукам приехали их родители, бабушки, дедушки и целые семьи были уничтожены. Еще раз хочу подчеркнуть, я об этом говорила и еще не расскажу. Очень многие из палачей, изуверов и просто неледей были обычными мирными жителями Газа. Возможно, пекарями, столярами, строителями, земледельцами. Свидетели из оставшихся в живых говорят, что большинство бандитов было подросткового возраста, от 14 до 20 лет. Почему я сейчас вспомнила эти профессии? Когда в прошлом видео я сказала, что не могу жителей Газа назвать мирными, потому что многое, все, что происходило, сотворили не боевики Хамаса, а простые жители Газы, мне хотелось подчеркнуть, что мощная пропаганда, проникающая в умы жителей Газа с пеленок и действия террористического руководства, лишила этих людей человечности, человеческой души. И вот что сделали эти бездушные особи. После выхода предыдущего ролика одна из наших паломниц и зрителей нашего канала обвинила меня в призыве уничтожать мирных жителей, пекарей и столяров. Вот я цитирую. Вы же предлагаете вот так просто уничтожить всех, заранее считая их террористами. Но так не бывает. Живет себе пекарь, печет булки или столяр, который делает табуретки. Они террористы. Их дети террористы не по-человечески и не по-православному призывать к уничтожению людей обычных только лишь потому, что это место проживания Божьей воли у этих людей. Какая, посмотрите, какая подмена понятия. Мне даже в голову не могло прийти, что кто-то воспримет мои слова как призыв к уничтожению. Еще на мой комментарий в сети о том, что демография в Газе растер семимильными шагами. И с 250 тысяч она выросла до 2,5 миллионов. Не только в Газе. Не беря Палестину, западного берега реки Ордан. И судя по этим данным, можно ли говорить о геноциде палестинского народа? Потому что все кричат о геноциде, что Израиль проводит политику геноцида палестинского народа. Я объяснила, что разве можно назвать геноцидом? Посмотрите, какая демография. И тут же мне задают вопрос. Так поэтому можно убивать палестинцев? Вот это поворот. Как вывернуты мозги у некоторых. Как можно все вывернуть абсолютно наизнанку? Это результат чего? И даром есть пословица. Я тебе про Ивана, ты мне про болвана. Я вкладываю в сказанное один, совершенно для меня четкий, определенный, понятный смысл в свои слова. А тебе понимают совсем иначе. Что творится в умах людей под действием постоянно идущей информации, пропагандистской информации? Есть такое выражение. Каждый понимает в силу своей распущенности. Это наша соседская собака. Кого-то приветствует. Так вот, есть такое выражение. Каждый понимает в силу своей распущенности. Здесь, конечно, дело не в распущенности. Дело в другом. Мне кажется, что мне предъявляют именно то, что машинально выпрыгивает мысль из подсознания людей, дурманенных вот этой пропагандой, что евреи убивают палестинцев. Дорогие мои, это не моя мысль. Я не призывала к убийству. Дело в том, что если с утра до вечера слушать такую пропаганду, то не мудрено. У людей меняется понятие о добре и зле. Они становятся невольными жертвами пропаганды. Это по советским методичкам все делается. Очень просто. Они там занимались с утра до вечера идеологической пропагандой. Просто выдавая ложь за правду и правду за ложь. И все наоборот. Можно я сейчас перебью? Кстати, говорили про пропаганду советскую, да, Паша сказал? Я помню, очень хорошо помню, что когда родители мои первые уехали в Израиль, и мама стала присылать письма, написанные ее каллиграфическим почерком, где она описывала, как они устроили, что они купили, ну и так далее. Да, как в принципе хорошо и здорово в Израиль. Уехали они в 96-м году. И у меня, когда я читала эти письма, в голове было такое. А может быть, маму заставляют в Израиле писать эти письма? Может, стоит кто-то страшный израильтянин над ней и заставляет ее писать вот эти письма для меня, чтобы я думала, как прекрасно в Израиле, чтобы я скорее-скорее приехала. То есть, да, да, это ум... Я уже была достаточно взрослым человеком, мне было 30 лет, но на протяжении моей сознательной жизни я все время слышала в советской пропаганде, что Израиль, в принципе, это монстр. И у меня, да, действительно было такое ощущение. Ну, потом, правда, наладилась телефонная связь, они нам звонили, ну, как-то, в общем-то, я успокоилась. Но, тем не менее, в самолете, когда мы летели, это была ночь, и была очень страшная буря, и так было довольно-таки страшно, у меня все время всплывала мысль, «Боже мой, неужели мы приедем, и будет что-то не то, чего мы ожидаем?» Вот, пожалуйста, действия пропаганды, вот так сказать, на моем личном таком опыте. Вернемся в трагическую субботу 7 октября, когда в Израиль рано утром вторглись до трех тысяч до зубов вооруженных террористов, напичканных РПГ, гранатами, стрелковым оружием, минами, мобильными разрозненными группами, они шли по разным кибуцам и поселкам заранее приготовленными картами. В некоторых поселках разгорались самые настоящие сражения. Есть много примеров настоящего героизма защитников поселков, работников полиции, работниками полиции, пограничной службы, а пожарниками, солдатами обороны Израиля, которые вступили в бой с террористами, предотвратив еще большее насилие. Маленькими мобильными группами террористам на мотоциклах, пикапах и захваченной у мирных граждан техники удалось прорваться в города в достаточно большом количестве. Это находятся от сектора газа в глубине города, такие как Уфаким, Натиот, Сдыро, даже вот вплоть в некоторые поселки до 35 километров. Но они не ожидали одного, что в Израиле много вооруженных людей. Кто-то в отпуске, кто-то после ночной смены, кто-то приехал на субботу. В Израиле действительно очень много вооруженных людей. Они столкнулись даже не несущим службам на постоянной основе, а просто с людьми, которые были, как я сказал, случайно оказались на месте и получили отпор такой, что для них это разрушило все их планы по захвату и так далее. Многое стало известно после просмотров видео с камер наблюдения поселка в Кибуце. И с личных телефонов забаррикадировавшихся граждан. Так с камер наблюдения стало ясно, что к 12 часам того же дня к террористам, которых уже цифру я там упомянул, присоединились банальные грабители сектора газа. Возможно, это были те рабочие, которым разрешили въезду этого в Израиль. Или криминальные элементы, как потом оправдывался Хамас, которые в массовом порядке просочили через открытую границу и стали банально грабить все, что попадалось под руку. А потом поджигать дома, угонять машины. Многие присоединились к насилию тотальному, уводили в плен заложников. Это признал и Хамас. Они сейчас оправдываются, говорят, граждане, криминальные элементы, захватили заложников и так далее и тому подобное. Точное количество таких грабителей и мародеров неизвестно. Известно, что на территории Израиля в результате боев нашли тела тысячи убитых террористов и жителей Газы. Многих террористов спецподразделения Хамаса, под названием Нухбе, просто взяли в плен. По некоторым подсчетам, полтора тысячам террористов, просто гражданам Газы, удалось покинуть Израиль. И они вернулись. Они пограбили, нападали, стреляли и убежали назад, пока еще была у них такая возможность. Тела многих убитых уже после возвращения в сектор или при попытке нового проворыва остались до сих пор возле границы сектора, но внутри территории арабской, палестинской. Мощь пропаганды – это великая мощь. Она может повернуть народы в ту или иную выгодную сторону в зависимости от заказчика пропаганды. Из новостного освещения нынешних событий в Газе обозначим первое глубокое заблуждение. Большинство простых людей кажется, что евреи согнали всех несчастных палестинцев на маленький клочок земли и проводят там политику геноцида. Геноцид, напомню, это направленные действия на уничтожение какого-либо народа. Курда в Турции притесняют вообще по полной программе. Там стерли с лица земли три тысячи населенных пунктов, принадлежащих курдам. И мировое сообщество об этом спокойненько молчит. Эрдогана никто даже в этом не обвиняет, кроме самих курдов. Но тема курдов не освещается так мощно и подробно, как арабо-израильский конфликт. И что можно подумать, когда изо дня в день тебе показывают плачущих детей, похороны, разрушения домов и прочее, 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 прочее. И это не прошлые постановочные ролики с забинтованными, окровавленными ранами детей Газы, которые после съемок благополучно поднимаются и выходят. Их распространяли много в интернете. Нет, это все по-настоящему, все по правде. Но правда, недосказанная до конца, гораздо страшнее, чем ложь. Но почему совсем не слышно голосов, призывающих бороться с террором? Ведь сегодня это не только борьба Израиля. Сегодня беда в Израиле, а завтра эта зараза придет в любую точку, в любую другую страну, где есть ячейки радикальных террористов-исламистов. Мне иногда кажется, что сильный мир осего, наши небожители, потешается, когда мы, теряясь поток информации и пропаганды, уничтожаем друг друга и вербально, и физически. Как намерена пропаганда умножает ненависть одних к другим? Как стравливают народы разных религий? Можно еще много говорить о том, что происходит сейчас в мире. Зло и ненависть умножаются с каждым днем. Хватит ли молитв праведников всех религий для сохранения нашей цивилизации? Давайте мы дадим еще раз точные ответы на вопросы, которых большинство людей не разбирается вообще. Еще раз внесем ясность, что же представляет собой Палестина сейчас. Уже было сказано, что та территория, которую показывают, что сейчас в руинах называется Сектор Газа, это территория, на которой правит террористическая группировка Хамас. Вот, например, блогер, девушка из Газа. Она на камеру показывает и рассказывает, что происходит в данный момент. А при этом слышны взрывы, но испуга на ее лице мы не увидим. Наоборот, даже какая-то радость ненормальная на лице. Какой мы делаем вывод? Она попросту знает, какой дом конкретно взрывает и уверена, что к ее дому не прилетит снаряд. Поэтому она выходит на руины, не боясь, что гроханут еще раз. А еще показывали девочку, она рассказывает, что приехала отдыхать в Сектор Газа, представьте, из Великобритании, к своим родственникам. И теперь боится, что не сможет уехать. Кто-то в комментах задал вопрос, а на какой отдых она приехала из Великобритании? В Сектор Газа? Вот интересно тоже. Видя, что в Газе сейчас происходит, невозможно себе представить, зачем туда вообще отпустили ребенка. А мне все понятно, потому что я владею больше информации. Видимо, приехала девочка с своим богатым или не очень богатым родственником. Или думаете, что в Газе все голодные? Это совсем не так. Там тоже есть свои небожители. И тогда, когда Хамас производит очередные ракеты для удара по Израилю, то есть период прекращения огня и перемирия, который соблюдает лишь Израиль, со стороны Газа даже в период перемирия периодически постреливают ракетами. То в Газе можно отдыхать, как вот этой жительнице Великобритании, вообще без проблем. И сеть отелей там есть, и все, что хочешь. Хорошо. Мы уже в прошлом ролике подчеркивали, что Израиль ни разу не подвергал Газу обстрелам примитивно. То есть первым, начинаются обстрелы Израиля из Газы, а это уже идет более 20 лет, практически с 2001 года. Поначалу единичные, а теперь уже в количестве нескольких тысяч ударов в день. Вот за всю эту операцию 13 дней свыше 7 тысяч таких ракетных обстрелов в Израиль, а может быть даже больше. Соответственно, Израиль наносит ответные удары для уничтожения целей противника. предварительно предупреждая жителей, чтобы покинули свои дома, разбрасываются листовки, сбрасываются специальные снаряды, пустые болванки снаряды по крыше здания, предупреждая, что по этому зданию будет нанесен удар. И без жертв тут не обойтись. Как ни старайтесь. Плотность населения очень высокая. Дома потом отстроят очень быстро, ведь не впервой будут новые рабочие места для строительства новых домов, не только для ротя и бетонирования вот этих туннелей, которые инфраструктура террористической группировки использует для своих нападений. А жители Газы будут еще больше ненавидеть Израиль, получать большую спонсорскую международную помощь на восстановление. Верхушка еще более обогатится, ну и так далее. Так и происходило все прошлые годы, с тех пор, как Израиль вывел свои войска из Газы в 2005 году. А что было до 2005 года? С 1967 года, после Шестидневной войны, Израиль земли Газы оккупировал. До этого Газа с 1948 года была оккупирована Египтом. То есть Израиль оккупировал уже оккупированный Египтом. Вел газу своих военных для контроля безопасности. Потому что боевики проникали на территорию Израиля с целью террористических актов. А Израиль с тех пор и до последних дней снабжал газу электричеством, водой, топливом. А когда надо было бетон, цемент, мусор вывозили, гуманитарную помощь вывозили, все что угодно, а потом из террористического анклава в ответ на нас летели ракеты. Вот такая благодарность террористической группировки. И сейчас весь мир говорит, ах, какие мы жестокие. Мы подаем им газ, мы подаем свет, мы подаем электричество, пропоникаем гуманитарную помощь. Мы жестоки. Но война началась, ребята. Потому что ни мировое сообщество, ни Евросоюз, ни Америка, ни Россия, ни другие игроки, которые были на Ближнем Востоке, работали, не имеют опыта с 1973 года, когда Израиль в состоянии войны. Никто не оказался готов. А война это другие законы. Извините меня. Не надо осуждать Израиль за право защиты, за право своего существования. Война есть война. Это, кстати, далеко не все, что Паша перечислил, что, в общем-то, Израиль делает для газы. Кстати, тяжелые медицинские случаи тоже лечатся в Израиле. И даже раненых террористов тоже лечат в Израиле. Что было, собственно говоря, и сейчас к возмущению жителей Израиля, но это факт. Мы видим, что жители газы, в общем-то, не страдали, когда израильские войска стояли и контролировали газу. Но террористы, как Павел сказал, периодически из газы проникали. Все началось с антифады 2000 года. А через пять лет Израиль полностью вывел свои войска из газы, освободил поселки, построенные на оккупированных этих территориях газы. В 2006 полностью вывел свои войска, освободил полностью газу. И в 2006 году пришло время, когда жители газы, поверив лидеров Хамаса, а почему они поверили Хамасу? Да потому, что коррупция чиновников Фатха достигла невероятных размеров. Не забывайте, что десятилетиями палестинцы получают миллиарды международной помощи. За эти деньги, когда-то сама себе в голове, за эти деньги каждый житель Палестины мог бы давно стать миллионером. Но миллиардером стал ныне покойный Ясир Арафат, борец за освобождение Палестины. Из миллиардов которые вбухивал Кремль в организацию освобождения Палестины еще начиная с 1964 года. В 1964 году собственно сформировалась эта организация. И нынешние миллиардеры, лидеры Хамас, они купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете. С 1990 годов и по сей день руководители движения Хамас контролируют практически все потоки. Семьи Хамас купаются в деньгах, отдыхают на элитных курортах далеко за пределами газа. Зачем им это газа? Вот интересно откуда эти капиталы? Вопрос конечно риторический и ответ он не требует. А при этом само руководство Хамас и оказывающие ему поддержку исламинские силы ввинят Израиль в бедственном положении палестинского народа и считают что блокада сектора газа нецелесообразна. Что именно Израиль блокирует сектор газа и потому там такие тяжелые условия жизни. Так что давайте поставим тучку в этом вопросе. Никто палестинцев в газу не сгонял вышвыривая их из своих домов как думают многие в результате пропагандистской полуправды. Есть еще и другая Палестина. Одни страны признают ее государством другие палестинская автономия или администрация и она существует в сословских как мы говорили соглашений 1993 года. Лидеры этой Палестины именно признали Израиль как государство. Официально признали там неизвестно что у них в головах но тем не менее официально признали это все официальная власть палестинской национальной администрации. Там тоже не все далеко гладко но тем не менее. Откуда же тогда все эти миллионы жителей газа если их туда никто не сгонял. В секторе газа очень высокая рождаемость 40% населения молодежь младших 18 лет. Представьте себе что за 250 тысяч населения в 1948 году до более чем 2 миллионов в 2023 никто не может даже точно посчитать кто-то называет цифры 2 миллиона 800 я видел цифры 2 миллиона 200 не будем гадать более 2 миллиона точной цифры неизвестны. видел еще вопросы в комментариях а зачем Израиль их снабжает электричеством и так далее но так ведь в газе ничего этого своего нет как им жить да еще в таком количестве более 2 миллиона а почему бы им на крошечной территории на плотной 320 квадратных километров а почему бы им не обеспечить население всем своим при этом сколько рабочих было бы мест можно бы получить и не зависеть от Израиля где опреснительные установки где электростанции денег туда идет невиданное количество а где результаты медицина там правда на хорошем уровне но это не заслуга лидеров газа ответ очевиден я перебью еще напомню что тяжелые случаи тяжелые случаи все таки лечатся в Израиле сразу к нам в больнице привозят сектор газы на амбуансе скорой помощи коррекции и лечат здесь кстати я вспомнила в прессе был один такой случай что девочку привезли лечиться ее полечил и она потом врачу как бы говорит что спасибо но когда я вырасту я приеду тебя убивать то есть ну понятно как маленький примерчик это продукт пропаганды это продукт идеологии вот этого газлайтинга легкий газ когда выдают правду за ложь и ложь за правду одурачивает людей легким газом ядовитой пропагандой и просто дурманят их сознание получается вот такой продукт современного обывателя извините на этом привела маленький примерчик еще есть вспомнила сейчас такие маленькие примеры сегодняшнего дня вот прям сейчас юристка арабка которая получила диплом в еврейском заметьте университете у нас многие такие учатся арабы нет никаких проблем закончила причем она получала льготы и на поступление льготы и на оплату льготы еще имеют конечно конечно частные палестинцы нет это наши арабские арабские не будем путать арабы жители граждан израиля и что она написала в своем инстаграме что 7 октября это тот день вот этой страшной резни 2023 года это самый счастливый день ее жизни пример тупости совершенно нет это сумасшедшее злородство в ограниченном сознании культурного восприятия человека это такой маргинализм введен на это псевдопонятие о добре и зле тебе дали образование ты получила и вот я начиная перед какими-то там чтобы похайповать мне дали из Катара или из какой-нибудь там залива богатенького государства грант а я буду тут в соцсетях себя тут пиарить какой я борец в кавычках вот такие борцы все это покидание камней на камеру вот эти вот вопли там 14-летних накидывание прощей сжигание шин это все делается на камеру для хайпа а оплачивают всякие катары ираны и прочее и прочее эти мусульманские радикалы по всему миру который находится вот этих вот несчастных не знаю любителей похайповать и любителей покрасоваться перед камерой но они еще денежки где-то получаются это все за деньги конечно это за деньги как окончание в конечном итоге это арабка лишилась своего диплома моя хорошая знакомая она ездила в круиз и там познакомилась с двумя девушками арабскими они разговорились на английском языке она спрашивает вы откуда мы из Палестины а где вы живете в Илькутсе Илькутс это так называют палестинцы арабы священный город так называют Иерусалим в Илькутсе хорошо а где вы учились в еврейском университете то есть мы живем в Палестине мы живем не в Иерусалиме а в Илькутсе но учимся в еврейском университете используя при этом все свои льготы вот как бы такой парадокс Илькут святой город Иерусалим святой город для мусульман в том числе даже шииты считают святым его городом но ракеты Хамаза не признают этой святости они обстреливают Иерусалим святой город для мусульман и даже одна попала у нас В окрестностях есть арабская деревня Абу-Гош, где построили недавно мечеть. И даже российский лидер Чечни Рамзан Кадыров давал средства на это. Так вот в эту мечеть даже угодила ракета Хамаса. Они не разбираются, для них нет святынь для хамасовцев. Израильские арабы имеют большие льготы для поступления и оплаты обучения высших учебных заведений по сравнению с израильтянами. И сейчас мы уже пожинаем плоды этой политики. Например, Израиль таким образом лишается еврейских работников медицины. Врачей, фармацевтов, медбратьев и сестер. У меня на днях была вот удивительная история. Я должен был идти 7 октября, не 7, а 9 октября, на работу, на прием к врачу-стоматологу. Но врач на работу не вышел. Да, после всех этих событий. У него просто не получилось добраться до работы. Сейчас все проживающие на территории полицинской администрации арабы, имеющие разрешение на работу в Израиль, просто лишились источников дохода. Их не пускают сюда. Представьте, что со всеми... Не то, что они просто пили закрытые границы. Да, закрытые границы и все. У нас такое то же самое. В супермаркетах такая история, где работали арабские работники, их просто нет. Там волонтеры сейчас, те, которые несут службу альтернативную и так далее. Да. Смотрите, что мы хотим донести до наших зрителей. Это что Израиль не монстр, как разносит сейчас пропаганда. Долгие годы Израиль слабо реагировал на постоянные обстрелы. Пытался проводить политику мирного существования с Хамасом, сектором газа. Поддерживал экономику газа. Не давал гранты, как это делает Запад прямо в руки руководству Хамаса. Вы должны понять, что газа под управлением Хамаса превратилась в отдельное, пусть и маленькое террористическое государство. И Хамас там руководит абсолютно всем. Да, Хамас действительно руководит всеми сферами жизни сектора газа. Но то, что сейчас случилось, никому срок не сойдет. Терпение имеет свойство когда-то заканчивается. В результате боевых действий Израиля около миллиона населения северной части сектора эвакуируется в южнее. А Хамас всячески препятствует этому процессу. Хамасу выгодно использовать население как живой щит. Вооруженные патрули Хамаса просто перекрыли дороги отступающим беженцам. Конфисковали автомобили жителей сектора. Стреляли по колонне беженцев. И не слушайте фейки, которые разгоняют по мировому телевидению и СМИ абсолютно разных стран. О том, что там Израиль нанес. В этом новостях рассказал даже житель Газы. Про вот эти вот проблемы, которые Хамас создает беженцам. Также Хамасом был разграблен отдел ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа. Унесено медикаменты, топливо. Никого не спрашивают, забирают, что хотят. И в этот момент арабские страны, такие как Египет и Ордания, заявляют о том, что они не собираются у себя принимать палестинских беженцев. Да что вы, очень интересная тенденция, когда те же арабы не хотят принять беженцев, говорящих на их же арабском языке. Но чтобы понять такое решение властей в Ордании, надо знать о событиях 1970 года. После завершения шестидневной войны в 1967 году, когда Израиль оккупировал ранее оккупированные Ордания и западный берег реки Ордан, в Ордании обосновалось большое до 200 тысяч количество палестинских беженцев. И территория страны стала тыловой базой для организации освобождения Палестины, основанной в 1964 году. В 1969 году и в первой половине 1970 года между палестинцами и орданскими силовыми структурами Королевская армия Иордании после неудачного покушения палестинских боевиков на короля в сентябре 1970 года перешла к очень решительным действиям и после нескольких недель боев поставила под свой контроль зоны расселения выходцев из западной Палестины, то есть из западного берега реки Ордан и, соответственно, военные базы их радикалов. Сирия выступила на стороне палестинцев. Почему? Нужно понимать фон того времени. КГБ СССР через партийный электорат Советского Союза финансировал и поддерживал организацию освобождения Палестины и всех радикальных террористов-исламистов, связанных с ними. Также она контролировала Сирию. Сирия была в зоне советского влияния. Поэтому, соответственно, Сирия, настроенная Советским Союзом, выступает против Иордании. Даже состоялось танковое сражение. В результате этих событий, их стали называть Черный Сентябрь, погибли от 3 до 10 тысяч боевиков и гражданских палестинцев. И около 150 тысяч палестинцев были изгнаны из Иордании. Куда? В Ливан. Это было историческое отступление. А вы слышали, что вчера взорвалась больница в секторе ГАЗа. Но будьте уверены, это не как фейки разгоняют сейчас. Вот по всем СМИ пропаганда идет Хамаза, который ретранслирует недалекие каналы, информационные агентства, не разобравшись ситуацией. По последним спутниковым стримкам доказано, что это дело рук исламского джихада, еще одной террористической организации ГАЗа. Они выпустили несколько ракет по Израилю, одна из которых из-за неудачного запуска упала на больницу. И это официальное заявление армии обороны Израиля. Если вышло это заявление, значит доказательства тому есть. Жизни погибших на руках исламского джихада. Только террористы стреляют по больницам, и не надо здесь сказки рассказывать. Если вы услышите версию виновности Израиля, отметайте ее как фейк. СМИ ведь сразу же без выяснения, доказательства обвини в этом Израиль. Впрочем, как всегда, Израиль во всем виноват. Знаете, если в Кране нет воды, то сами понимаете, в любом случае виноват Израиль. Это часть информационной войны. К сожалению, ведется не только арабская, но и западная пропаганда против Израиля. И у людей создается совершенно обратное представление о том, что происходит у нас. Комментарии ожалеют мирное население Газа, но мало кто возмущается, что это мирное население Газа прыгало от радости, узнав о трагедии мирного населения Израиля. Израиль официально заявил, что на территории Газа в ходе последних событий разорвалось из-за сбоя запуска ракет 450 таких вот ракет, которые были выпущены по Израилю и упали просто на территории Газа. Да, какие-то упали на открытной местности, какие-то, естественно, сразили. А какие-то угодили в здание. Не доверяйте полностью всей информации, которая вываливает сейчас на людей в СМИ. Потому что в информационной войне каждое слово и каждый кадр призваны для обслуживания интересов только одной из сторон. И нужно анализировать полученную информацию, а не бездумно верить ему, что выливается из мировой информационной помойки на головы несчастных зрителей. Как будут развиваться события, мы не знаем. Армия обороны Израиля в состоянии полной боевой готовности отражать атаки. Есть проблемы на севере. В границ собрались тысячи боевиков Хизбаллы, контролируемые своим спонсором ирамским режимом. Наша армия готова и будет защищать свой народ и его право на жизнь. У Израиля нет другого выбора. Но выбор пока еще есть у других стран. Потому что террор это зло для любой страны. И почти во всех странах есть его зачатки. Так может быть пришло время уже с ним бороться? Есть еще возможность выбора стоять на стороне террора и получить в конечном итоге от радикальных террористических группировок, которые не имеют отношения к учению ислама, то, что получил Израиль. Или передавить корни террора, не дав им выпустить этого страшного монстра. Дорогие наши друзья, на этом мы заканчиваем сегодня наш разговор. Пишите нам комментарии, спрашивайте. И, конечно же, мы желаем мира всему-всему миру. Мирного неба, хорошего настроения. И, конечно, мне бы хотелось выходить в эфир по более мирным и интересным поводу. Вернуться к нашим прошлым. К обычным прошлым выпускам, где мы показывали Израиль во всей его красоте, святые места. Мы здесь потому, что говорим правду. Не надо сейчас доверять информационной пропаганде, которые, как ушат и помоев, вывалились по всему миру. Здесь заходите сюда, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду, вас не будет обманывать. У нас нет никаких идеологических покровителей. Это все наша личная волонтерская инициатива. И не надо там мне некоторые подписчики. Ах, вы на той стороне, на этой. Страна у нас одна. Наша страна, государство Израиль и святая земля. И мы имеем полное право на свою защиту. У нас идет война. А на войне, как на войне. Не надо нас поучать тем, кому не нравится наша страна. Если не нравится наша страна, то уж извините, не приглянулись. Заботьтесь о своих странах. Да, заботьтесь о своих странах. Но тот, кто любит нашу страну и оказывает нам поддержку, я очень благодарю тех, кто написал добрые комментарии. Их было большинство. С поддержкой мы искренне рады таким живым откликом. Спасибо огромное за поддержку, добрые слова. За то, что вы с нами. И нашли такие... За то, что любите Израиль. Были и отрицательные комментарии. Мне пришлось заблокировать несколько даших, тех, которых я знал. Но это ничтожное количество таких было. Люди запутались. Они стали жертвами пропаганды. Да, никто не виноват. И вот этих хамасовских фейков, которые, к сожалению, ретранслируют в странах, где они живут. Ну, что я могу развести? Если люди отучились думать, то вот получается такое, что они становятся жертвой идеологии, которые по советским методичкам часто сейчас вываливают на удивленного зрителя. Надо думать, надо быть умным. Надо смотреть на события, которые происходят вокруг нас. И задумываться о них. Анализировать, конечно. Анализировать. И все будет хорошо тогда и более понятно. Я желаю всем здоровья, хорошего настроения. И огромный привет из Святой Земли Израиля. До следующих встреч. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok